Четыре человека. У меня старший брат был, отец и мать. Мы были четыре. Значит, 41-й год, первые только, когда начали бомбить Одессу, брат пошел добровольно. Он только закончил техникум связи. Он пошел добровольно. Отец, инвалид войны, был по глазам. И он тоже пошел добровольно. Я помню, я пришел, я тоже хотел пойти, как что-то помогать. Вы понимаете, такой импульс жизненный невозможно было. Это сейчас не сравнить. Я когда пришел в военкомат, я говорю, возьмите меня, я, может, что-то буду помогать. Они посмеялись и говорят, окопы пойдешь рыть противотанковые? В Европу пойду. Ну, на следующий день пошел, машины там были, пошел рыть окопы. А отец мой, он защищал Одессу. Он защищал Одессу. И получилось, он мне сказал, он командир батальона был. Он мне сказал, если мы будем уезжать, я тебя с мамой заберу. Ну, в общем, не получилось, я остался в оккупации. И отсюда начались мои, начало моих бед. Значит, по Преборженской улице, значит, стояли столбы с висячими людьми. Повесили молодежь больше. И на каждом, на груди, на груди у каждого было партизан, партизан, партизан. У нас во дворе была, ну, большая семья еврейская. Ну, значит, большая. Там были девочка, одна три годика, вторая шесть. Одна девочка была моего возраста. Ну, и родные ихние. И, в общем, получилось, немцы издали указ. Всем евреям, значит, прибыть в тюрьму. Всем. И этот поход был возле чумки, возле канатного завода. Вы знаете, я вот до сих пор, сколько время уже прошло, 75 лет, и у меня иногда вот снятся вот эти самые. Представляете, что идет толпа по дороге. Старики, старухи, плачут с рюкзаками, еще что-то, детей носят. Малых, женщины. По краям идут румыны с собаками по дороге. И такой гул, этот гул, наверное, на всю жизнь он может быть, этот гул такой. И мы, когда шли по дороге, люди падали, их поднимали. Ну, такое вот состояние было. Была какая-то остановка. Мать мне говорит. Мы вместе с ней. Она говорит, Володя, нас везут на убийство. Ты должен остаться живой. Папа придет. Она говорит, папа останется жив. Откуда она это знала, я не знаю. Он придет, и ты должен ему все рассказать. Ну, надо выходить из положения. Мы идем по дороге. Я уже хотел, значит, что-то предпринять. Стоит трамвай. Эти румыны, они, так как ужас был, они зашли за трамвайом вместе с собаками. И я этот момент использовал. Я прыгнул в этот трамвай, залез под скамейки, и я просто пролежал там до темноты, пока все это прошло. Но с этими людьми, которые были, их, там, по-моему, 25 тысяч считает, живыми, живыми сожгли. Дети, которые, вот эти девочки, 3 годика, 5 лет, которые, понимаете, они не знают, что такое ничего. Девочка, которая моего возраста, она не знает, что такое любовь, ничего, и взять, сжечь все. Понимаете? Те, которые могли в этих пороховых погребах, там, где было, те, которые люди могли там убежать немножко, их на ходу обжигали этими вода, устройствами, сгорали на ходу люди. По Одессе был запах мяса, горелого мяса. По всей Одессе было. Вот так. Я не знал, куда деться. Один, знакомых нету, нету. А если есть знакомые, написано, кто будет скрывать евреев, будет убить на месте и хозяева, и человек. Я пришел к своему товарищу, болгарин, там, Коля, было. Хоть там, я же не имел ничего, нигде жить, нигде кушать, ничего. Я пришел, он меня покормил, положил спать до утра, а утром он мне говорит, Белодя, надо уходить. Потому что мои родные возражают. Мы не хотим, да. Я ушел. В никуда. В никуда. Да. А я вам скажу, мне здорово помогли две сестры и девочки. Одна была старше меня на два года. Вторая – ровесники. С этого дома. Это украинцы или русские, это не имеет значения. Они меня как-то приблизили. А в этом доме уже нельзя было быть, потому что все знают там меня. Нашли квартиру. Ну, и я находился вместе с ними. Значит, а кушать надо? Жить надо? Ну, я вам скажу, у румын, наверное, тоже. Они не брали за квартиру ничего. Заявление там написали, они – иди туда. Ну, вот такие были. Это то, что да. Железная дорога тоже. И вот старшая мне говорит. Значит, с города везли в Балту, город Балта, везли мыло готовили и одежду везли. Потому что денег фактически у людей не было. Так люди в деревне меняли одежду на какие-то продукты. Так мы взяли мыло и с ней поехали в Балту. Мы там на базаре там стойки, там все нормально. Начали менять, продавать, там все такое. Вот. Погода была прекрасная. Не было чистое небо, все такое. Вдруг небо заволокло и пошел большущий дождь. Напротив там было какое-то укрытие. Мы пошли в это укрытие. И с укрытия я смотрю, пришла какая-то женщина и привезла полицаев на то место, где мы стояли. где мы стояли. Она показывала, мы это все видели. Понимаете? Ну, это, я всегда, когда продумываю, ну, это какие-то, наверное, силы были, которые как-то охраняли вот для того, чтобы эта встреча была. Для того, чтобы, наверное, и мы уже все собрались и уехали. Вот такие... Он приехал, когда уже освободили Одессу. Он не попал в Аджио. Так он в армии был. Он же в армии. Он последним пароходом поехал в Крым. В Крыме он там воевал. Дважды раненый был и попал в Барнаул. Там он лечился в больнице. Закончилось только, буквально несколько дней прошло, когда наши пришли. Так вот, когда мы Одер перешли, буквально изменили курс направление. И, значит, мы начали идти через Освенцим на Бреслау. Армия вся на Бреслау, да. и от Освенцима было недалеко. И почему-то наш батальон второй послали туда, в Освенцим. я вам скажу, мы первые туда ворвались, там охрану все там перебили, и нам была вот картина, что там делались. Значит, немцы затеяли, у них они планировали сто, сто четыре вот таких сделать Освенцима в Европе, везде. Сто четыре. Вот. И, между прочим, руководителей, там трое было, судили, их приговорили к смертной казни, а потом решили, значит, до конца жизни, что они сидели. Что вы там увидели? Да. Ну, в общем, что я видел там? Там были печки, которые сжигали, сжигали, ну, они же сжигали трупы. Они сжигали уже трупы. Но все на высшем уровне. Печи такие, знаете, как украинские, такие, на газе, рельсы, эти лежанки, все из железа. В общем, и таким образом они сжигали трупы. Значит, последнее время, последнее время, там было, знаете, сколько, 57 тысяч заключенных. по европейским данным, по европейским данным, значит, там, начиная с 40-го года, погибло 1 миллион 600 тысяч. Из них 600 тысяч евреев, остальные все национальности, все европы. я вам скажу, ну уже, я на склад пришел, склад в два раза больше, чем этот, помещение. Там обуви до-до-до, обувь всех национальностей Европы, России, начиная от детских таких, кончая женскими всевозможными, мужскими, там ничего не пропадало. Там были тюки волос женских. Там вот этот прах человеческий был в мешках. Все это было. Но у них не хватало времени. Им надо было быстрее рассчитываться с мертвыми. Так они уже начали сжигать, устраивали костры, костер, балки были в перемешку с этими смертисами. И вот так все это сжигали. А откуда брали медвецы? Там помещения были бетонные, герметическая дверь, на наверху труба. И вот почему-то мне я не знаю до сих пор думаю, почему труба обычно должна быть круглая, а это была не круглая труба. Оказывается, они что делали? они раздевали всех людей до гола и детей и всех, которые там были, и они загоняли в это помещение, закрывали помещение и бросали через эту трубу бросали яд. Там это видно очень сильно, потому что все это быстро продолжалось. А потом трубы все сжигали. И в очень время были убраны там уже лягкие были убраны. Минь Якович, во сколько вам тогда было понятно, что это было осуществлено не просто против каких-то врагов немцев, фашистов, а против еврейства? Это вам было понятно? Вам об этом рассказывали среди ваших хор? У нас сведений было очень много. А я вам скажу, а мы не верили. Вы не верили? Нет. Вы не могли верить? Потому что это бесчеловечно. Мы не верили. Но мы знали. Мы знали, что такое творится. Потом это все показывали, снимали, все нормально. Да. Такое. Мы wussten, мы wissen много о Аусвице. Но мы очень много о Аусвице. Мы мало знаем о том, как Нацисты, как ССовцы, как Полицаи уничтожали населенные в Беларуси, как ССовцы, как ССовцы, как ССовцы, как Батальоны Полицаи уничтожали в Беларуси, в Украине. Это в Германии неизвестно. И Мария Луиза уже часто в Одессе бывает и узнала только несколько лет назад о Трагедии на Лёздорфской дороге, вот эти вот параховые склады. Я вам скажу. Сейчас, и вот, заканчивайте. Мы были на этом месте, на этой площади. И мы были, смотри, на этом месте, на этой площади. И Владимир Яковлевич, на том месте сейчас, где кладбище, да? Там находятся парковка, гаражи, машины, мусорные баки. Да, да. Это то место, где погибла ваша мама. Да. Да, да. О, это хорошее желание. Вот. Либо газон, и там какой-то... Да, да. Да, да. И, ну, шея, чтобы там не будет мусорных баков, не будет жилья, ну, гараж, гаражи, мемори, мемори, мемори. Вы знаете, честно говоря, это мое мнение. Ну, видите, там написано «советские граждане». Даже наши власти, они не сильно заинтересованы, не сильно заинтересованы что-то предпринимать для евреев, которые в это самое. Роман Маркович стоит больших усилий для того, чтобы что-то пробить, что-то сделать, что-то, чтобы помогли. Ну, то, что есть. Я говорю, то, что есть, да. Вам помочь. Я вам скажу, если вот даже вот здесь мы как бы все сбрасываемся, платим какие-то там деньги для содержания, а власти должны были тоже помочь как-то нам. Они тоже не помогают. Но я вам скажу, я могу... Я когда продумываю и все такое, вот. Ну, ваше вот поведение, поведение, как вы ведете, как вы стараетесь что-то предпринять положительное, нормальное, мне очень и очень нравится. И я вас еще раз, да, благодарю за все. Да. Это, наверное, свыше, я не знаю. Может быть, да. Мы хотим, чтобы в этом городе, мы попытаемся сделать так, чтобы в этом городе было место, куда мы могли бы принять. Спасибо. Вот поэтому, вы видите, вы в тот раз приезжали с удовольствием. Я с вами согласен. Но эта жизнь... Вы понимаете, что получается? Я когда разговариваю, я как бы снова прохожу часть этой жизни. Я прохожу. И оно, конечно, откладывается. И это, конечно, в моем мнении, это ощущение. Но все равно. Я вам скажу, Роман Маркович говорит, если не мы, то кто? Роман Маркович говорит, если мы это делаем, то мы это делаем. Мария спрашивает, по ночам вам какие Сны снятся? Да. Да. Особенно вот это, что я рассказывал. Вот эта дорога, вот этот гул, вот это... Да, да. Особенно вот... И когда мать меня остановила, и она мне говорит, ты должен... Она обычно так ко мне, ну нормально, мягко. Ты должен остаться, ты должен с отцом, ты должен все ему рассказать. Ты должен все ему рассказать.